Добрый день, программа Paradox, я ведущий Степан Демура. Сегодня у нас в гостях Виктор Николаевич Баранов, представитель правления, генеральный директор Московской международной товаро-энергетической биржи. И поговорим мы о возможном создании и организации биржевой торговли газом, то есть создании газового спотового рынка. Добрый день, Виктор Николаевич. Здравствуйте. Ну вот первый вопрос. Смотрите, у нас пытались создать, вернее, уже создали рынок электроэнергии. Вроде как он худо-бедно работает, но там большое количество производителей и сети, то есть метод доставки продукта до потребителя, он находится вне, скажем так, вне зоны управления производителей. Вот по газу на стране, насколько я понимаю, есть два производителя всего газа природного, плюс вся инфраструктура по доставке газа к потребителю находится в руках «Газпрома». А вот смысл создания биржи, газовой биржи в этом случае? Ведь вы же не только должны купить контракт, вы же должны еще и получить этот газ, выйти на поставку. Ну это так, это правильно. И тут надо сказать, что вместе с тем рынок биржевой присутствует не только, как мы понимаем, если говорить о товарный рынок, электроэнергии, то вполне он развит и на рынке нефтепродуктов, чем мы занимаемся. И наши коллеги, Санкт-Петербургская биржа, мы Московская биржа, и серьезные объемы уже, так сказать, порядка. И это очень серьезно, к этому относятся правительства и вертикальные интерьерные нефтяные компании. И порядка уже... Извините, а какие объемы, вот смотрите, есть, скажем, потребление нефти в стране, вот какие объемы проходят через биржу приблизительно? Ну, сейчас регламентация такая, порядка 10% должно быть продано, так сказать, вот сейчас последние нормативные акты, которые в порядке, в ходе обсуждения, обсуждаются, так сказать, участниками рынка и органами государственной власти. Ну, это порядка 10 миллионов тонн уже, можно сказать, это такой рынок, значит, порядка 10% внутреннего произведенного продукта, так сказать. И поэтому сказать, что это единственный рынок электроэнергии, это будет не совсем правильно, поскольку рынок есть. И поэтому вот эта вся поступательность в представлении участников рынка, и в том числе и наша, бирж существующих, работающих на рынке углеводородного сырья на товарном, привела к тому, что наш взор и очень давно обращен в сторону газа, поскольку мы с вами сталкиваемся с тем, что есть газ в стране, и его значительные объемы, как мы знаем, так сказать, самые большие. И в то же время есть товаропроводящая сеть, есть предполагаемые организации торговли. Ну, что ты скажешь, вот, надо вернуться просто к опыту, который уже был, поскольку разговор сегодня вести о том, что это первая попытка, это не совсем так. Мы с вами хотели бы больше коснуться все-таки уже устройства рынка. Главная задача сегодня, это совершенствование рынка газа. А биржевые технологии за собой несут, безусловно, упорядочение рынка, и, ну, как следствие, совершенствование. Ну, либерал бы сказали, они сделают рынок эффективным. Ну, у нас про эффективность есть что сказать, еще, Славя, мы у нас в запасе, тут мы припасли своим. Но, тем не менее, значит, вот что нужно сказать. Вот вы сказали, когда производителей, так сказать, назвали двоих, так сказать, это не так и совсем не так, поскольку даже в торгах, которые были экспериментальны в 2006-2008 году, площадка электронная работала, Газпрома, так сказать, это, будем так сказать, палеотив, представление о рынке и существующем положении вещей на то время, была создана площадка, как палеотив была создана площадка в межрегионгазе. Надо дать должное, что это был очень продвинутый и серьезный по тем временам проект, и что он показал этот опыт. Это было в течение двух лет, в 2006-2008 году. Объем продаж по электронным, ну, то, бишь, по биржевым технологиям, это очень упрощенно, я говорю, ну, мы должны, так сказать, с вами, мне кажется, говорить ближе к тому, как нас слушают. Вот. Так вот, объем был продан порядка 14 миллиардов, так сказать, за эти два года, так сказать, эксперимента. Это было продано по биржевым технологиям. Газпром продал из них 7,5 миллиардов. Независимые производители 6 миллиардов продали. А кто вот у нас еще есть независимые производители? Ну, у нас их на сегодня 14. Как раз? Вот, вот, нет, я, извините, так сказать, вожу заблуждение. 14 из них принимали участие в торгах. Никак не аффилированы ни с Газпромом, ни с Новотеком. Вот, вам сложно поверить, но это так, так сказать, поскольку, например, будем перечитать, я правда не знал. Вертикально аффилированы нефтяные компании. А, ну, понятно. Не аффилированы, не аффилированы. Попутно, я понял. Итера не аффилирована, не аффилирована. Не попутно. Итера не аффилирована с Газпромом? А как вы, у вас есть, представляете, мне кажется, она сейчас сросле нефть аффилирована. А, нет. В то время вы как-то... Нет, но вот на то время, я понимаю, это не та аудитория, не то место, где мы могли бы это обсуждать, я понимаю, что вы хотите сказать, но вместе с тем, в 2006 году, вас тоже обращают назад, вернитесь назад, 6 лет назад, как можно Итеру сказать, что она аффилирована с Газпромом? Ну, тогда... Мне кажется, что как раз Итера терпела, так сказать, более таки... У Итеры были не самые лучшие времена в отношениях с основным участником рынка, я бы сказал. Поэтому она уж тут, так сказать, ее независимость, так сказать, не подвергается сомнению. Я имел в виду добывающую компанию. Ну, Итера добывала, у нее, я даже месторождения знаю, так сказать, на которых она работает, береговое, например, так сказать, где они с Газпромом пополам, так сказать, работают. Значит, и эти объемы, это ее объемы родные, и она вполне по всем критериям отвечала к статусу независимых производителей газа. Кроме того, участники рынка ведь... И не без того, что они не только обязательно могут быть добывающими компаниями, есть еще очень важная и очень работающая на рынок категория участников рынка, это трейдеры. Я могу назвать тоже их несколько, которые, так сказать, в отделе, которые... Что значит трейдер? Законтрактовал объемы газа, заплатил заранее, это его газ, который, будем говорить, еще в скважине, но он уже его, так сказать. Это удобно, это же элемент рынка как раз. Когда трейдер работает, это один из тех, кто хеджирует риски, так сказать, он платит, но он, тем не менее, знает, что уже деньги пошли. Поэтому, ну, что я должен сказать, чтобы закончить про эксперимент, чтобы понимать притечу того, что мы с вами сегодня, над чем сегодня мы с вами работаем, что дало нам, собственно, основание думать над тем, что то, что мы делаем, это реально. Значит, вот так вот, все-таки покупателей было, я сказал, продавцов было 14, покупателей было 59 в этот период. Ну, больше, меньше, там, суть не суть важна. Ну, и надо сказать, что количество сделок было 3 120, это серьезное количество сделок. Ну, и надо сказать еще про цены. В 2007 году, замечу, что сегодня цена где-то порядка 100 долларов, ну, 3 тысячи рублей газ. В 2007 год средняя цена, среднеизвешенная получилась, 1850 рублей. Это к среднеизвешенной цене ФСТ, а мы знаем о том, что цена для Газпрома, так сказать, устанавливается в федеральной службе тарифов. Так вот, среднеизвешенная цена к цене ФСТ, на нее ориентироваться, 137 процентов. То есть на 37 процентов цена выше. Наша выдала торговля электронная, так сказать, то бишь биржевая. Конечно, меня пусть за термины не бьют, так сказать, но я, так сказать, вот тут его не в терминах. Я, собственно, говорю пока о технологии, которая лежит в основе нашей деятельности, площадки. Что касается 2008 года, то мы получили следующее, что 2 240 была среднеизвешенная цена, а 138 к отношению к цене, процентов к цене ФСТ, то есть на 38 процентов выше. Это стоимость, так сказать, была, значит, в конце концов, значит. Ну, вот все это легло в основу нашего представления о том, что нужно двигаться назад. И надо заметить, что вот тот случай, парадокс, что обычно, как-то, и вы, так сказать, немножко про Газпром сказали. Я должен сказать, что хотелось бы отметить, что как порядки проведения эксперимента, так и формирование представления о том, что нужно двигаться дальше. Больше того, чтобы это выходило за рамки просто электронной торговли, электронных площадок, и чтобы это вышло на бирже, как, вначале, как товарный инструмент, как инструмент на спотовом рынке, а потом на производные финансовые инструменты, это заслуга Газпрома. Но судя по тем ценам, которые вы назвали, у Газпрома есть прямой интерес тогда получается. Вы знаете, более высоким ценам, более высоким ценам, интерес у всех. Интерес у всех. Даже у потребителей. Слушайте, вы знаете, если было бы чем платить, я думаю, и потребители, потому что тут мы уже касаемся с вами как раз о том, что той темы, что происходит на рынке? Что происходит на рынке? Мы должны сказать, что да, падение происходит добычи, да, происходит потребление, добыча происходит, падение, ну, например, у Газпрома за 2012 год падение добычи, значит, на 4%, на 5%. Значит, в то же время, так сказать, вроде бы под Кузьмил экспорт, значит, так сказать, на 3%, но внутри Сенге это уже потребление снизилось. Независимые производители газа, газа в росте, например, Новотек в росте, Роснефть в росте. Значит, чтобы цифры коснуться, надо сказать, что, значит, в России, значит, 2011 год потребления 265 миллионов кубометров, так сказать. Вот вы про потребителей сказали, значит, вот, и что надо заметить, что потребителей, потребителей, которые, в 2011 год можно было бы назвать основными получателями газа, из них, значит, 27%, 28% электроэнергия, значит, 20% металлургия, 21% агрохимия, а вот население во всем мире потребляет 80%, у нас аж 7%, из 265 миллиардов, 16% потреблено только населением. Вот отсюда ответ, говорит потребитель, значит, что происходит у нас в стране, ну, будем говорить, так сказать, поругать кого? Конечно, государство, так сказать, должна быть, так сказать, и мы коснемся еще дальше мер, которые мы предлагаем, чтобы исправить тоже положение вещей, ну, без, так сказать, безложной скромности, скажу, мы все-таки вопросы предлагаем для решения и для представления государственного масштаба, поскольку это касается в целом, так сказать, целой отрасли, газовой отрасли. Значит, что на этот счет можно сказать, что перекрестное субсидирование. Хотел об этом вас спросить, к сожалению, мы должны уйти на новостной перерыв, оставайтесь с нами. Добрый день, программа «Парадокс», но у нас, к сожалению, к счастью, пляшущих гробов нет. А говорим мы о серьезных вещах, а именно о спотном рынке газа, торговле газом, и у нас в гостях Виктор Николаевич Баранов, представитель правления, гендиректор Московской международной товарно-энергетической биржи. Телефон в студии 6510-996, код город 495, звоните, задавайте вопросы, также можете писать на адрес финам.фм. Виктор Николаевич, вот если, скажем так, сформулировать основные задачи биржи, и основные задачи, вернее, создания биржи, и организации торговли, скажем так, спотом, газом на этой бирже, каковы они? Почему все это? Я буквально вот еще все-таки закончу про перекрестное субсидирование, поскольку мы коснемся в полной мере, я не потому, что собираюсь навязать ритм или алгоритм, значит, я несколько о другом, к чему мы идем, откуда мы движемся. Так вот, несмотря на то, что при постоянном внимании к перекрестному субсидированию, к злосчастному, субсидированию. А в чем оно заключается? Оно заключается в том, что цен у нас, как я вот опять скажу, вы сказали, такой, не назовешь ниже пояса вопрос такой для потребителя, но для потребителя понятно, так сказать, просто для человека, который вот сидит за столом, может быть, цена чем ниже, тем лучше, но лучше ли это для экономики в целом, так сказать, лучше больше зарабатывать и платить соответствующую цену тому, кто продает товар, чем получать ее за даром, поскольку, поскольку вот у нас с вами происходит, что газовая отрасль практически датирует многие отрасли производства. Что это ведет? Это ведет отсутствие модернизации, это сокращаются и сдержки, значит, по всему миру основное потребление газа – это население, потому что газ идет в производство. У нас все после потребления, основные потребители газа – это производственное предприятие. Нет технологически, экологически чистых видов топлива, нет. не перевооружается предприятие, нет стимула перегружаться, поэтому нет удешевления. Что касается компаний, которые экспортно-ориентированы, даже экспорт – это датируемый экспорт по большому счету. Вот это перегружение судирования. Больше того, оно еще выражается в том, что регионы, находящиеся вблизи центров газодобычи, понятно, цену и на газ имеют меньшую, чем те регионы, которые находятся вдали центров газодобычи и получают газ, поэтому понятно, что им он датируется, например, в республике Северного Кавказа. Мы знаем с вами, что там сумасшедшие. Эту тему лучше не трогать. А я и не буду трогать. Там все датируется. Но в целом представление о прекрасном судировании. Кроме того, тут надо добавить еще и профицит. Ну, профицит. Сегодня профицит газа. Например, я хотел тут сказать, что... Профицит в смысле, что добыча превышает потребление. Сегодня газа, да, сегодня газа у нас, так сказать, вот в целом, так сказать, излишки, например, так сказать. Вот если говорить о добыче газа с 1 по 20 февраля 2013 года Газпромом, то добыто 20 миллиардов, в 2012 году 25 миллиардов, так сказать, ну, потребление, так сказать, ну, произведено. Значит, разница, разница 75 процентов составляет добыча на этот период. Значит, зато независимые с 1 по 20 февраля 2013 года 7 миллиардов, а в 2012 году 6,6 миллиардов. Вот, значит, у независимых рост, так сказать. И в целом, так сказать, баланс на 6 миллиардов выходит, понимаете, так сказать. Вот сейчас профицит. Профицит, почему он должен быть? Он не должен быть профицит, значит. Это, значит, должна быть сознательная политика, позиция государства на снижение ненужного газа, так сказать. Газпром будет добывать ровно столько, сколько ему запланирует государство и сколько потребует экономика, а не так, что «Газпром добывай», и пожалуйста, а потом еще «Газпром» виноват, что его не потребляют, так сказать. «Газпром» виноват, получается, вроде бы, как что погода, так сказать, погода плохая. Кстати, вот видите... Ну, смотрите, если бы работала биржа, был бы профицит, цены бы упали. Да, так. Это так, и вы уже отвечаете на тот вопрос, который вы задали. Если переходный период, вот мы о технологии поговорим, а я сейчас вот закончу, так сказать, некую теоретическую подготовку к тому, чем главное, что я хотел сказать, что мы больше всего умеем делать, это организовывать торговлю. Значит, что надо сказать, что да, значит, переходный период, это были цены, так сказать, которые можно было учитывать при определении регулируемых цен, поскольку у нас основное потребление в стране обеспечивает газ «Газпрома», который продает газ по ценам ФСТ, значит, с одной стороны, это ориентиры для регулирования были бы, а в период уже нормальной, так сказать, работы рынка газа, это просто индикация цены. Вот самое главное, на что ориентирует биржевая торговля? Это продажи газа по соответствующей технологии, которая называется двойной встречный аукцион, где покупатели-продавец себя до совершения сделки не знают. Значит, это означает, ты не знаешь, у кого покупаешь, ты не знаешь, кому продаешь. Отсюда, как бы, объективность цены, это посредством биржевых специальных технологий, торговые системы специально существуют, которые, это, ну, это древнее, как мир, так сказать, но вместе с тем, если чуть коснуться и дальше пойти, то это спотовый рынок, вот сегодня мы говорим, а если говорить уже о рынке производном, так сказать, это фьючерс, опцион, то мы, эти цены могут дать ориентиры на будущее, поскольку, поскольку происходит сотни тысяч перепродаж этих контрактов, и чем больше, объемы значительно больше. Ну, объемы-то да, ну, само собой объемы, они для нас с вами, проще говоря, виртуальные, но вместе с тем, множество перепродаж дает объективную цену, вот те копейки маленькие, которые там, падение или подъем цены контракта, как раз дают абсолютно точную индикацию, на которую предприятия могли бы ориентироваться и в будущем, и поверьте, что у нас для этого готово, у нас, извините за такой вот термин, наливай-допей, газ есть, организаторы торгов есть, торговые системы есть, покупатели есть, все есть, одного только нет, да? А что не запускаете? То, о чем я говорю, вот туда, запустили, значит, вот, одно, то, о чем мы сейчас с вами хотели поговорить, ну, вот это, вот это такая вот, теперь ближе, ну, вот к ситуации, дело в том, что те два постановления, которые были в 2006-2008 году, они носили экспериментальный характер, это разрешали объемы, ограниченные Газпрому, на паритетных условиях с Газпром, с независимым производителем газа, продать на бирже, ну, это в этом заслуга, собственно, конечно, регуляторов торговли, федеральная монопольная служба, министерство энергетики, ФСФР, федеральная служба по финансовым рынкам, да и правительство, поскольку эти постановления были выпущены, и дали возможность попробовать, так сказать, надо ответить, надо сказать, что в Газпроме, так сказать, это вот здесь с пониманием, поскольку там технологии эти готовились, вот представление, рынок хочет чего, ну, партия, дай порулить, дай поторговать, да, а просто это что-то так не получается, поэтому в Газпроме была создана, разработана система соответствующая электронной, так будем говорить, электронной травопощадкой, между деньгелонгази, это все происходило, это, ну, понимаете, так, попробовали раз, попробовали два, понравилось, значит, так сказать, потом был такой значительный перерыв, и родилось постановление 323 в 12-м году, где уже не на базе попробовать эксперимента, не представление не эксперимента о продажах газа по электронным технологиям, по биржевым, так сказать, а уже дали на, там, до скончания века Газпрому разрешили, ну, до тех пор, пока будут цены ФСД регулироваться, то дали Газпрому определенные объемы, 17,5 миллиардов с каждой стороны Газпрому независимые, продавать ежегодно на бирже, 12-го года, по существу есть, как вы понимаете, уже... А в процентном отношении от потребления годового, это сколько? Это 10%, это примерно 10%, как раз вот вся беда в том, мы сейчас коснемся с этим, как собака зарыта, собственно, не здесь, вот, как видите, есть и кому, и сколько, и зачем, и почему, и как есть, так сказать, и даже, когда вы задали один из ключевых вопросов, на ваш взгляд, транспортные возможности Газпрома, насколько мы сталкиваемся в процессе и прошедших торгов, и сейчас, особых проблем с транспортировкой не будет, поскольку Газпром уже давно ориентирован коммерчески, давай, есть мощность, качай, так сказать, и уже генерация менеджеров, которые в свое время Газпром считали, как свои коровы, так сказать, наприкосновенно, она давно прошла, уже работают люди, которые понимают, что бизнес есть бизнес, так сказать, есть возможность, всегда нужно зарабатывать, это в Газпроме, вот, так слово сказать, вот Газпром... Ну что-то как-то европейская политика Газпрома показывает, что менеджеры там не совсем адекватны. Вот мы с вами, вот мы с вами, вот как-то вижу, разговор, а тут не сойдемся, я считаю, что как раз, я даже, ну, не тема этого разговора, я еще чуть хуже думаю, чем вы подумали про меня, я там могу сказать про этот карающий меч, так сказать, энергетический, так сказать, булаву нашу, так сказать, я могу сказать, вот, что я считаю, что пока это, на мой взгляд, правильно выверено, но тем не менее, значит, 323-е постановление дало эту возможность торговать, но что выяснилось, когда были два этих экспериментальных возможностей продаж в 2600-2008 году, было установлено, что, выяснилось, что много нормативной базы, технологических решений, представлений вообще о продажах не совпадают и не синхронизированы с течением рынка, что вот нужно газ сегодня доставить, и сегодня куплен, доставлен, расчеты и прочее, прочее. Выяснилось, что порядка 10 нормативных актов правительственных нужно поправить, вот их нужно поправить, так сказать, вот, и даже это касается в известной степени, может быть, и законов в будущем. Что было? Газпром, используя свои возможности организационные, технологические, и находя, так сказать, оптимальные решения нормативные, обеспечивал транспортировку, поставку, так сказать, маршрутизацию, диспетчеризацию, газа, так сказать, на свой страх и риск, и находя возможности, так сказать, на себя беря львиную часть проблем, которые требовалось решать в связи с организацией электронного рынка, вот, электронно-спотового рынка, чтобы газ был поставлен, так сказать. Поэтому участники рынка, ну, в частности, вот, Газпром, бежрегион, Газмы, Московская биржа, наши коллеги из Санкт-Петербургской биржи пришли к выводу к тому, что и другие участники рынка пришли, что нужно как-то осмыслить и модернизировать существующее положение вещей, ну, как бы его устроить рынок, то есть заняться совершенствованием. В связи с этим были проведены там, это никого не важно, но тем не менее сообщу, там, Министерство энергетики, Федеральная темно-напольная служба, Федеральная служба по финансовым рынкам, Министерство экономики, каждый, ну, участник рынка, в первую очередь, и мы, будущие организаторы, предложили свое представление, как можно нам, как вот, как нам устроить мир, помните, в Солженице написано, как нам устроить Россию, а мы, так сказать, газовую отрасль думаем. И это все вылилось в том, что мы проанализировали результаты работы площадки, значит, и, значит, сделали соответствующие выводы и предложили целый план реконструкции, модернизации рынка газа в России, о котором можно мы сейчас будем вытаскивать после перерыва. Об этом плане мы поговорим после перерыва, новостной перерыв. Оставайтесь с нами. Мы снова в эфире, это программа «Парадокс», я идущий с Степаном Демурой и с Виктором Николаевичем Барановым мы обсуждаем возможности перехода на торги газом в России. Да, Виктор Николаевич, вы говорили о плане. Да, о плане, так сказать, вот тут перерывы дают такую возможность, так сказать, обдумать, так сказать, то еще что не сказал, поэтому, боже, так хочется, так хочется сказать, да, но тем не менее. Значит, вот все-таки нельзя забыть про такие вещи, когда вот мы сказали, с вами профицит, которые, есть же вещи, которые обуславливают его появление. Вот опять я, кстати, хочу поругать государство. Вот в период кризиса, значит, в 2000, в 2009 году, значит, в 2010 году появилась, вот когда кризис, когда, значит, ну, как бы, так сказать, платежеспособность там снижалась, так сказать, предприятий, и было принято постановление правительства, которое позволяло, вдумайтесь только, значит, предприятиям без странных санкций не добирать 20% газа от запланированных, допустим, каких-то объемов, там, до сутки или на месяц, а перебирать 10%, о какой бирже можно говорить? Можете себе представить, когда такая вольница, так сказать, что вот ты можешь взять газ, 20% отказаться, не будешь платить за транспортировку, там, или за хранение, а 10% ты можешь не добрать. Вот это, 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 в этом случае... Ну да, а газ тоже добыт. Да, биржевая торговля, как пятое колесо по существу, вот понимаете, вот приходи на биржу, да зачем мне на биржу, зачем мне на биржу, если я безнаказанно могу вот такие объемы потребить, и даже и коэффициенты штрафные не будут применены, вот это один из главных вещей, которые нужно менять, так сказать. И все-таки хотелось еще бы сказать про зарубежный опыт, вот мы не... Я хотел вас спросить, ведь там же все это отрегулировано, там же рынок уже давно... Вот вы там это где имеете в виду? Европа, США. Хорошо. Значит, ну это так поймать. А не Китай. Значит, вот, да. Значит, ну сегодня Зюганов сказал, что под руководством партии успешно двигаются по сегодняшнему поводу. Ну, Зюганов, я думаю, стоит подождать до конца года, посмотреть, что будет с китайской экономикой. Да, вот именно. Но тем не менее, значит, вот опять-таки по инициативе Газпрома, но нельзя тут сегодня скрывать это, как бы так, может даже не очень посчитать, что это корректно, но вместе с тем, так сказать, по инициативе Газпрома было проведено три таких серьезных семинара, нескокодневных, так сказать, два в Великобритании и один в Соединенных Штатах. Вот с посещением, начиная от бирж и государственных органов, которые регулируют, и заканчивая последними газораспределительными станциями, которые, то есть, кто поставляет газ, ну вот трейдер там, с Ложевчинской газораспределительной станции, и даже до посещения учетных узлов, так сказать, ну и известные, и известные, так сказать, компании, начиная от Наймикса, в Соединенных Штатах, заканчивая АПХ, в Великобритании, посещали брокеров, посещали трейдеров, вот такие серьезные были семинары, приведены. Что вам нужно сказать, что мы в известной степени похожи и на Великобританию, и на Соединенные Штаты. Так вот, сегодняшняя постановка вопроса, которая вот у нас звучит, и лежит в основе наших действий, мы взяли, такой, будем говорить, усредненный, усредненный план между Великобританией и Соединенными Штатами. Мы считаем, что необходимо сегодня создать структуры, структуры, которые отвечают за работу, так сказать, будут на рынке, и вот появилась такая вот схема, которая может быть даже, может быть, вот так будет даже видно, но это не до того показывает, что тут кто-то прочитал, я, может, до таких случаев показываю, что просто, что она есть, так сказать, но на самом деле, так сказать, тут, ну, наше представление лежит в том смысле, что вот это примерно рассадка музыкантов в оркестре, вот, организаторы торговли, расчетные банки, клиринговые участники, оператор поставок, гарантирующий поставщик, такие термины, которые появились здесь у нас, они лежат в основе, так сказать, организации рынка. Ну, это же все известно, вся механика этой системы, она известна. Нет, ну, вы спросили, я отвечаю, что мы, так сказать, сумели изучить то, что они знают. Ну, вопрос в том, ну, хорошо, вы изучили принятые, скажем, нормативные акты. Нет, еще не приняты, но мы готовим их. Ну, предположим, они есть. Дальше что? Биржа запускается или нет? Вот, вот, как я вот к этому и говорю, что, вот, смысл в том, что себя обманывать тоже нельзя. Вот мы, вот, вот эта схема такая, ну, будем, классическая, ну, значит, эти участники рынка уже есть, они сформированы в России. Надо посадить, дать им другим партитуру и дать сыграть. Уверяю вас, что через год мы многих не узнаем, потому что начнет работать уже, вот, дать возможность сегодня нужно, знаете, как вот Петр Первый за Россию за волосы тащил в бал, на бал европейский, так и здесь. Посадите, сказать, плодитесь и равнажайтесь, значит, вот, работайте, так сказать. А дальше уже будет, и уже тогда государство должно будет уже подрегулировать, уже вот тогда, так сказать, ну, вот без этих классических участников структуры рынка ни в коем случае нельзя, поскольку каждый за себя несет ответственность, начиная от организатора, от кровли, заканчивая клиринга организации. Каждый имеет свои, значит, ну, тем не менее, вот это все готово, и в том числе, и имеется в виду структурно. Теперь мы, значит, еще буквально два слова, по поводу, так сказать, все-таки причин, которые в свое время не очень-то давали и звали компании на электронный рынок, на рынок, ну, мы бы такой, на электронных, значит, на электронные, так сказать, вот торги, так сказать. Ну, первое, это, понятно, субсидирование электронных. Когда кому-то вообще-то не нужно, зачем ему нужно, у него нет. Ну, кстати, вот с этим борьба. И я знаю, что, ну, такую... Не, ну, что, если у вас есть квота, да, она, вы ее не выбираете, вы идете, продаете эту квоту на торги. Но не квота, а это мы сейчас коснемся. Вот я сейчас к главному подойдем, я скажу, вот это лежит в рамках, в балансе газа лежит, есть такой баланс газа, так сказать, который, к сожалению, носит рекомендательный характер. Вот мы коснемся. Значит, так вот, перекрестное субсидирование. Кстати, вот, вы знаете, на сегодняшний день борьбы с перекрестным субсидированием по большому счету нет. Вот как... А еще раз, механизм перекрестного субсидирования на чем стоит, что крупные потребители платят больше, и они платят за население? Нет, да нет, дешевый газ. Что значит дешевый газ? Значит, что значит дешевый газ? Если вы взяли, значит... Вот я вам скажу так. Нет, просто смотрите, я снова, извините, перебиваю, просто когда говорят дешевый газ, всегда говорят, что да, вот уровень цен на газ в России должен быть подтянут к европейскому. У меня всегда задается вопрос. Господа, у вас с мозгами в порядке? Уровень доходов населения в Европе? И, скажем, уровень потребления на единицу продукции в Европе, то есть эффективность использования газа, и в России? Это как вступление в ВТО, это самоубийство. Вы знаете, я вам отвечу, вот Виктор Михайлович, Виктор Степанович, покойник Чернобыдина, ему сказали, вопрос номер один, он сказал, ответ номер два. Так я вам отвечу. Вы говорите, я думаю, что все в порядке, но это нужно просто синхронизировать, я вам отвечу, ни больше, ни меньше. Ничего нового здесь не придумаем. Ну, вместе с тем, все-таки, вот, мы... Дело в том, что если мы можем это немножко другая тема, но я скажу, в чем она выражается. Вот электроэнергетика, вот, значит, планами, когда вот приватизацией занимались электрической отрасли, значит, было предусмотрено, что нужно, значит, так сказать, закрыть объемы потребления по газу. Так вот, за 2007-2060 год объемы, заявленные в балансе электрогенерирующими станциями на 40... 2006-2007-2060, на 45 миллиардов выше. Чем потребили? Да. Это означает одно, что пришли в правительство, сказали, нам нужно 100 единиц. Газпром добыл. А Газпрому дали, добывай. А получили, потребили 80. Значит, в прошлом году 26 миллиардов, например, из них, а в этом году до 30 дошло. Вот вам прикрестное субсидирование. Вот это один из элементов прикрестного субсидирования. А, то есть, грубо говоря, Газпром добывает газ, но за него не платят, поэтому цена падает. Ну, платят, но цена не растет, она должна расти. Опять-таки, кусая себя за язык, что это должно быть синхронизировано с доходами населения. Смотрите, в Штатах цена на газ была недавно 15. 100 долларов? Ну, я пересчитываю. Я торгую газом просто в Штатах, поэтому у меня 15, сейчас она в районе 4. То есть, считайте, за 4 года она упала в 4 раза. Сумасшедшие объемы, извините, такой термин не очень понятно, сумасшедшие, большие объемы вышли на рынок сланцевого газа. Это ответ, так сказать, для любого человека, который еще газом не занимается. Но, тем не менее, это так. К слову, извините, по той же теме, но, тем не менее, к слову, в Соединенные Штаты три биржи, 100 электронных площадок, через эти технологии продается 600 миллиардов газа, а Великобритания, значит, две биржи, три площадки. Нет, ну там-то просто рыночные условия. 100 миллиардов. Просто я как цифры говорю, почему и мы, так сказать, идем к этому. Но, тем не менее, перекрылся в Супернин. Дальше. Значит, что заставляло? Региональные сбытовые компании, они, когда кого-то щучили за перебор газа, все-таки, за какой-то перебор газа, получали прибыль. Как только биржа появилась, можно было купить свободно, значит, они потеряли. Я имею в виду, к чему на площадку-то неактивно они очень шли. Коммунальные компании, которые потребляли газ, они вообще не штрафовались. Им вообще не зачем было идти на биржу, так сказать, и чтобы там что-то брать. Независимые производители газа, мои любимые. Я в свое время возглавлял Союз Независимых Производителей Газа, так сказать, и возглавлял одну из независимых компаний газовых в свое время. Вот, значит, тоже летом газ приберегали в трубе Газпрома для того, чтобы, так сказать, зимой его можно было продать. Ряд крупных предприятий, вот о чем я сказал, набирали объемы через баланс больше, чем могли потребить, и ничего им не надо, биржа не нужна. А другие безнаказанно могли получить и выбить объемы у многострадального Газпрома, извините за такой термин, так я с иронией говорю, значит, и получили. Все это вместе не давало такое, как бы, энергичное движение в сторону рынка. Ну, вот, тем не менее, все это вместе сложилось. То есть, практически, из того, что вы сказали, если вас правильно понял, основная масса потребителей не особо изинтересована в бирже? Была. Была. А сейчас что поменялось? Подождите, нет, ничего, кроме того, что я сейчас расскажу. Значит, конечно, при таком бардаке, если ты можешь не платить, брать, так сказать, или, ну, обойти, ну, вы же сами все понимаете. Это бардак называется. Значит, вот, и родилось следующее, значит, мы вместе с нашими коллегами на рынке создали, будем говорить так, под руководством без всяких, так сказать, иронии, Минэнерго, потому что команды поменялись везде, начиная от правительства и в министерствах. команда Минэнерго, особенно Департамент переработки нефти и газа, это просто продвинутые парни, которые смотрят на этот, на рынок по-новому и видят, что нужно сделать. Они стали организаторами, появился такой термин, не термин, такой документ, который назвали, ну, под руководством Федорова, Павла Сергеевича, который, к сожалению, вот ушел за министра, появился такой, дорожная карта по запуску организованных торгов газом, что она в себе несет, в ней, значит, разработаны представления о том, что нужно сделать, как нам обустроить Россию, газовую Россию, обеспечение ликвидности организованных торгов, обусловлено, обеспечение транспортировки приобретенного газа, баланс газа, оплата газа приобретенного в ходе торгов и разработка инструментов с кем взаимодействия. Три раздела нормативно-правовое регулирование, вот, просто, так сказать, горжусь этим документом, поскольку в нем лежит, так сказать, основа рынка российского газа. А как вот этот документ изменит отношение потребителей? Ведь их же нужно заинтересовать? Да. Значит, под... Значит, что, значит, сейчас, секундочку буквально, я сейчас дойду, значит, так вот, эти три раздела, во всяком случае, лежат в основе того, так сказать, что нужно для потребителя и производителя, чтобы производитель мог, так сказать, вывести на этот рынок газ, значит, а потребителя, значит, ну, вы же магазин, вы же не идете все время в подвал за хлебом к себе домой, а еще идете в магазин. Значит, как, значит, таким образом для потребителя нужно быть там, где он может гарантированно и всегда купить товар по рыночным ценам, значит, потому что не все заинтересованы получить газ по цене ФСТ, потому что, поскольку, поскольку он получает газ по цене ФСТ, то и не валяет налоговые к нему претензии, или опять-таки, он какие-то там, фас какие-то выставляет требования. Профоды за недобор, перебор, ну, и это тоже в том числе, но мы предлагаем это уже сточить, так что вот потребителя заставят, потребителя заставят, ну, извините, такой добрый дефицит товара на рынке, значит, нужно убрать лишний газ, и не надо стесняться, что надо добычу газа не обязательно держать на том уровне, который есть. Газа нужно тоже быть столько, сколько нужно, и нечего, это Газпром заставляет, так сказать, добывают вот и все, потому что, так сказать, обманули в балансе, ты добывай. Но это потребителю, употребителю нужно сказать, вот мы в частном случае с вами про газ говорим, значит, вот, так вот, эта вот дорожная карта первых три пункта содержит в себе, это... Виктор Николаевич, уходим на новостной первых. Уходим. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Добрый день, мы снова в эфире, программа «Парадокс», и я Степан Демура. Сегодня с Виктором Николаевичем Барановым, представителем управления и генеральным директором Московской международной таванно-энергетической биржи, мы обсуждаем возможности рынка газа, то есть биржевых торгов по... биржевых торгов газом в России. Ну, Николаевич, вот смотрите, чтобы у нас, наш телевизоритель, а главное у меня создалось некоторое понимание. Давайте рассмотрим конкретный пример. Вот скажем, я крупное нефтехимическое предприятие. Да? Сильно. Ну, мог быть, но, к сожалению, да, многих посадили. У меня, я могу не добрать на 20%, могу перебрать на 10 без штрафных санкций. 20% от общего объема в год, это, в общем-то, надо быть полным идиотом, чтобы не уложиться в эти рамки. Конечно. Вопрос, зачем мне идти на биржу? Правильно. вот, если уж... Ну, чтобы понять, понимаете... Ну, вот, так сказать, Скажу о вас хорошо. Как вы меня заставите? Вот, значит, вот передо мной такой данные по по системам перебор или недобор газа за 2008-2009-2009 годы. Вот смотрите, сальдо такое, 2008-2008 32 миллиарда. Недобор. Перебор и недобор все вместе. То есть сальдо, так сказать, такое, отбора, недобора. Вот, пожалуйста, вот почему вы нефтехимическое предприятие, как вы сказали. Значит, вот, 2009 год 28 миллиардов, 2010-32 миллиарда. Так я же вам сказал, что вот это вот постановление, которое 10-20, она биржевую торговлю просто, ну, на корне... Значит, так вот мы... Значит, начинать нужно не с того, что вот взять и сказать нефтехимическому предприятию что-то не додать. Его нужно каким-то образом... Заинтересовать. Материально. Не то, что заинтересовать. Вы знаете, разбазаривать лучше, чем бесконтрольно, так сказать, чем... Материально он и так заинтересован в этом. Но нужно создать условия, при которых он будет потреблять газа объективно, необходимо перевооружаться, будет модернизировать, будет другие виды топлива применять, мазут или прочее, прочее. Вот нужно такие создать условия. Например, одно из предложений Газпрома, чтобы появилось постановление правительства об... Значит, ну, как бы сказать, чтобы... В рамках борьбы за экологию так снижать вот переработку потребления на 2-3 процента, так сказать, вот, например, это одно из двух. А мы более радикально. Дорожная карта говорит, что нужно реформировать много нормативных актов. Есть ключевые постановления правительства, которые обуславливают порядок поведения на рынке. Ну, например... Конкретно как на меня это будет действовать? Ну, первое, первое, баланс. вот приходит, что вот время вижу, так сказать, бежит... Да, у нас все есть время. Вот на конкретном примере. Конкретный пример, значит, есть, вот, ну, вот мы должны все равно оперировать, как бы, государственным представлением об этих вещах. Существует баланс, баланс газа по стране, который формируется в Министерстве энергетики, который каким образом формируется? Вот до сегодняшнего дня, а до этого приходил ОГК какой-то и говорил, мне нужно, я вам назвал уже, перебор, 45 миллиардов. Газпром говорил, слушай, парень, мне, наверное, говорит, многовато. Люди ответственные из Кремля, да? Ну, ты что там зажимаешь нашего, так сказать, флагмана электроэнергетики? Записали, 50. Пришел Димур, еще 150. Пришел Баранов, 25. Выяснилось, 180. Потребили 120. Как заставишь? Баланс нужно реформировать. А как его реформировать? Нужно дать возможность Минэнерго, к сожалению, этот документ до сегодняшнего дня носит рекомендательный характер, баланс. Но в разделе производства и потребления должны быть указаны ясные, четкие ориентиры на добычу газа всем производителям газа, начиная от Газпрома и заканчивая независимым. И на потребление. Как вычислять? Да есть, слушайте, формула, это ерунда, как узнать, сколько ты потреблял газа. Посмотрите усредненно предыдущие года и добавьте ему с учетом роста производства, добавьте ему 5-10% вот твои потребления. А еще больше того, есть такое предложение, что как раз на 10% еще меньше и дать, чтобы остальное что он покупал на бирже. Вы понимаете, сегодня рынок это не базар, мы с вами понимаем, мы убедились в том, что то, что мы закатили с вами, называли рынком, то это было, это самое следующий базар. Сегодня, да, государство должно рассадить музыкантов и воспользоваться условия. Так вот, баланс должен составляться объективно. Первое условие, которое, ну, я имею в виду с учетом отмены этого постановления. А это все постановление отменяется в дорожной карте? Да, ну, дорожная карта сама по себе, конечно, не может отменить, но предложение, которое вот несет за собой дорожная карта, она, кстати, согласована с заменительством министра энергетики, вот начиная, первое, с баланса, значит, что нужно его, поменять его форму, форму его формирования баланса, значит, разделе распределения потребления объективно. Точно так же и производство. Известно, кто сколько производит. И понятно, какие деньги вкладываются на будущий год. Вот такое производство запишите каждому столько. Это государство должно сказать. Ну, и наоборот, я еще повторюсь сказать, что можно определиться с вами и объемы потребления, которые будут, и минус 10% для того, чтобы человек, нам рынок создавать реальный, чтобы эти 10% брались на биржи, на электронных площадках, и тогда будет пониматься, и какая цена объективная, понимаете? А почему просто не уйти от газового баланса? Слушайте, есть производители, есть потребители. А мы сегодня с вами ушли от баланса, бардак. Мы с вами без баланса и происходим. Нет, государство же, в конце концов, должны же, макроэкономические параметры никто государства не отбирал. Смотрите, ведь Газпрому, у него есть план добычи, да? У него есть хранилище газа, есть газотранспортная система, которая тоже выступает неким огромным хранилищем газа. Значит, в принципе, у него обеспечить перебор газа он может. Зачем государство сюда вмешиваться? Есть потребители. Газпром примерно знает, сколько потребляют потребители. То есть он уже не будет добывать меньше. Вот вы ответили примерно, а на самом деле... Зачем здесь государство? Поскольку у нас Газпром государственная компания. Нет, ну просто... Это в первую очередь. Нет, а что, в Газпроме нет генерал-директора и менеджеров, которые все это могут, ответственных людей, которые и без государства могут это решить. Ну, я вас уверяю, что если бы менеджеры принимали решение, они бы точно уменьшили производство. Конечно. Значит, ну так... Опять все зло в государстве. Правильно, мы с вами государство и ругаем. А кого еще поругать? Я же с этого начинал, что государство должно... Мы с вами можем... Если вы помните, и анархические были государства, можем от... Государство может и прикрутить, и открутить. Поэтому на сегодняшний день, как бы там ни было, я других не вижу условий, что сегодня нужно прикрутить, нужно регламировать. Понимаете, это же не бардак. Мы должны регламентировать эту деятельность. Мы должны дать возможность Газпрому производить ровно столько, сколько он считает нужным, как компания. Есть менеджеры, которые отвечают за эффект. Правильно, мы с вами говорим, что я только сейчас говорю, а почему нужно обязательно профицит? А почему цена должна быть обязательно ФСТ, а не ниже? Значит, в 2009 году только Газпром достиг равнодоходности по цене неравнодоходности, а в России начало безубыточное, представляете? Но тем не менее, да, дайте возможность правлению, или там, ерунда кому-то, в Газпроме, руководителям Газпрома определять параметры производства. Но для этого ему нужно сказать, вы представьте себе, вы приходите покупать и говорите, мне нужно столько газа. А я говорю, ты врешь, а вы идете куда? В Сечину и говорите, позвоните, Виктор, продавите, вот потому что государственная компания, понимаете? Поэтому, вы знаете, телефонное право никто не отменял, но если будет публичный, понятный документ, где вы знаете, что я вас пошлю, то вы уже пойдете сразу к Игорю Ивановичу, так сказать, ну я условно говорю, если пошлю. Вот смысл в том, в чем, так сказать, что мы должны четко, ясно понимать место каждого в рынке, так сказать, вот баланс по поводу производства. Нет, ну смотрите, ну ведь все же делается элементарно, ну скажем, вот я решил заказать, пошел, позвонил Сечину, что мне нужно 40, потребил 20. Вопрос, минутку. Если, скажем, я не имею права это сделать, да, и на следующий, скажем, я не могу заказать 40, а вот нет государства, с Газпромом, я договорился, я ему дал 40. А потребил 20, да? Да, потребил 20. Заплати за 20 еще, за производство, ни хрена себе. На следующий год, что я сделаю, на следующий год, что я сделаю, если у меня что с мозгами, я закажу 20, а перебор я куплю на рынке. Да, так вы же только ответили на мою... А почему нет такой системы до сих пор? Мы за это, вот жаль, к сожалению, сегодня вот ее нет, а поскольку, поскольку сегодня система, что пошел к Сечину и заказал... Ну, так никакой биржи-то не будет. Нет, вы меня возвращаете, просто мы уже потеряем время, я скажу, что мы-то за это предлагаем, что сегодня модернизировать рынок, совершенствовать рынок, в том условии, чтобы ни к Сечину, ни к кому не ходить, а просто, так сказать, экономические... Экономические методы, регулярные рынки. Методы забладали, потому что, если вы закажете 40, а купите, получите 20, вы заплатите, как минимум, за то, что вы не взяли. Шансы какие, что это все будет работать? Вы знаете, шансы очень большие, значит, или это вы подводите итог, или мне уже пора. Ну, и то, и другое. У нас две минуты, Хорошо, значит, шансы такие, в дело в том, что это действительно вопрос государственный, в частном случае, самый главный документ, который сегодня, это поручение президента от 16 июля 2012 года о том, тут прямо зачитаю, представить предложение по формированию цен на природный газ с использованием биржевых технологий электронной торговой площадки. Вот, значит, мы есть, площадку будем создавать, которая вместе с Газпромом, так сказать, электронную торговую систему, которую участники рынка создадут, значит, и будет три элемента. Площадка спот, биржи, вначале спот, а потом срочный рынок. Вот, сегодня мы ориентируемся на это, что есть поручение президента, и мы знаем, что по этому вопросу это на контроле у администрации президента, и поэтому по существу государственные органы, извините за такой термин, шевелятся, так сказать, поэтому мы работаем, они подготовили эту дорожную карту, которая является основным программным документом, который ляжет в основу, это все представлено в последние дни это все. Оттуда это родится как поручение президента. ну, в считанные дни сейчас правительство занято Сочи, насколько я понимаю. Помните такое выражение было? Короче, Москва, не Сочи. Помните, Ну, так вот, Москва, не Сочи. Мы будем из этого исходить, но я думаю, что это раньше, чем в Сочи будет. Мы исходим из того, что это вопрос весны, и я думаю, что будет поручение, где над этим документом несколько поставлений. То есть, в принципе, вы готовы запускаться, нужно лишь чуть-чуть совсем. Ключ на старт. Да. Вот уже сейчас только поворачивай его только, то есть, правительство сейчас только, если эти постановления 163-23, там, 815-16, 162-е, правила поставки, порядок доступа поменяет, потому что биржевая торговля обуславливает более быстрые обороты и денег, и движения, и договорные, технологические все решения. Поэтому, ключ на старт, и мы готовы. То есть, приходите на биржу. Но там же не будет пока фьючерсных контрактов, а я спекулянт. Будут. Мы будем делать, это к слову, спасибо, что он напоминал. К слову, это сделано для того, Виктор Николаевич, к сожалению, желаю вам успехов в этом начинании, а всем радиослушным удачи. Субтитры сделал DimaTorzok